Привет, я Хайман. В этом видео я позвал 5 участников для того, чтобы каждый из них сохранил свой собственный телефон от падения воды и скатывания с горы. Я позвал этих ребят и ни слова не сказал про то, что будет происходить сегодня в видео. Не дадут соврать. Заиндригал. Так, ребят, перед тем, как мы начнем снимать, я попрошу сюда сложить свои телефоны. Так, это телефон Димы. Дима положил, остальные кладут. Это точно твой телефон? Да. Мой, смотри, разблокировал. Так, телефон Руслана, телефон Геры. Серегин рабочий телефон светился в ролике, получается, в капсульных отелях. Оренись на телефон, я сейчас... Неси свой телефон. За это тоже не его, Андрей. Ну, это девушка его, получается. Мы убедились в том, что каждый из вас положил телефон вот в эту коробу. Это ваши личные телефоны. Без всего, без постанов. Нет постанов. Футболку, как у Гены Букина, зарядите мне монтажер. Без постанов. Да, перед началом съемок никто не знал, что будет происходить. Чтобы каждый принес свой личный телефон, которым он пользуется. Я понимаю, как много недоверия может быть при просмотре ролика подобного формата. И поэтому я обязательно скину в свой телеграм-канал все доказательства, где видно падение телефона, его приземление, распаковку. И все это видео будет без монтажа и склейки. Каждый участник при спасении будет использовать свой личный телефон. А теперь слушай. Главный приз сегодняшнего мероприятия 30 тысяч рублей. Но за вашу победу будет отвечать ваш же телефон. Чтобы забрать 30 тысяч, вы должны дойти до конца и сохранить свой собственный телефон. Подожди, его разбить могут? Можешь. Я разбивать ничего не буду. У нас сегодня в мероприятии полет телефона с высоты. Вода. И напоследок прокатка с горки. Какие условия? Вы достаете из коробки бумажку предметом, который будет помогать вам сохранить телефон. Если вы сомневаетесь в себе, вы в любой момент можете отказаться от этого всего. То есть вот такие вот условия. Блин, я, короче, пару дней назад разбил защитное стекло. Она чуть-чуть треснула, я его снял. Заранее скажу, мероприятие будет происходить без чехлов. Для того, чтобы определить реально, чей телефон будет более выносливый. Ну что, все готовы или кто-то хочет заднюю дать? Только газ. Я готов. Так, чтобы вы понимали, в игре человек, чей телефон стоит 54 тысячи. Фанат Мияги. Передай Мияги привет. Мияги, если ты смотришь это видео. Фанат Мияги привет. Так же мы в сердце. Ну страшно, но я попытаюсь выиграть эту тридцаточку. Я недавно обновил телефон. У него была трещина, я заменил на нем экран. Так что сейчас во влагозащите я вообще не уверен. И телефон очень жалко. На самом деле у меня у телефона довольно защищенный чехол. Но после того, как Андрей сказал, что не будут использовать эти чехлы, я как-то начал сомневаться. Ну посмотрим, что будет. Короче, я когда ехал сюда на съемки, я вообще думал, какие-то задания будут с нами связаны. Издеваться над нами будут как-то какие-то задания выполнять, либо есть что-то. А тут вот так вот произошло. Страшен за телефон, конечно, но я думаю, я выиграю. У меня телефон китайский. И по моему опыту они делают не очень хорошо. Поэтому он может не выжить. Знаете, в чем самый прикол? Я сегодня когда сюда собирался, у меня взгляд упал, короче, на мой айфон. На второй, короче, я такой думаю, взять, не взять его, типа, а зачем? Что за чуйка? В этой коробке находится большое множество разнообразных, как можно спасти телефон. Ребята по очереди будут доставать бумажку и определяться, спасется в телефонах или нет. Серега, доставай и озвучивай. Так, мне досталась 3D-ручка. У меня на это есть какие-то сомнения. Ну, я в деле. Давай. Только до одного дотянулся. Листы бумаги. Ну, можно попробовать. Пакет. Я тебя успокою. Это вот такое вот пакетище мусорное, благодаря которому ты спокойно можешь, в принципе, спасти свой телефон. Ну да. Ринис, хочешь выбрать? А я просто, он последний. Давай. Там много бумажек, выбирай поинтереснее которые. Коктейль, трубочки. Ничего не понял. Коктейльные трубочки. Коктейльные трубочки. В принципе, можно. Все такие. Ну ладно, попробуй. Руся. Давай. Я готов. Давай вот эту. Домик надувной? Надувной домик. Это что такое? Этот домик будет стоять внизу, и ты должен попасть. Йооо. А он большой? Помнишь, который я в море переплывал? Понял. Круто. Надеюсь, мне повезет. Так, где он? Я не понимаю. Дим, ну ты где? Ты нам для съемок нужен. Мы все тебя ждем. Да бегу я, бегу. Я здесь. Ну ты где ходишь? Мы тебя заждались уже. Да я кое-что для вас покупал. Серьезно? Да, сейчас принесу. Ребят, я с вами знаком уже очень давно, и поэтому решил вас немного порадовать, и кое-что вам купил. Ооо. Ну все, ребята, разбирайте. Ооо. Фиос. Лехе. Спасибо. Офигеть, как вкусно. Ну что, ребята, погнали снимать. Погнали. Серега, твоя 3D-ручка. Такой набор замечательный достался, я думаю. Чем больше слоев, тем больше шансов у моего телефона. Яра, листы бумаги и степлер. Как бонус. У тебя какие-то сомнения? Ну, мне кажется, сомнала бумаги. Дима? А? Пакетик. Вот это, блин, я за это похлопаю. Это пакет, это... Это неплохо, кстати, да. Это лучшая защита, мне кажется, вообще. Что, достойно? Ну, я думаю, что да. Прям очень прикольно. У меня даже уже есть идея, как это можно сделать. Руслан, а это тебе домик, на который ты будешь скидывать. Это замок, конечно. Первый челлендж. Видишь, выжил живой. Все, Руслан, поздравляю, ты отыграл этот раунд. Спасибо. Венис? Спасибо. А я знаешь, как вообще хотел, в принципе, сделать? Чехол получается, как из 3D-ручки. Идут опоры, такая окружность. Вот он упадет, может даже отпружинит, но телефон останется в целости и сохранности. Чувствую это все надолго. Я смотрю, кто последний уберет со стола, Андрея. Готовлюсь, так сказать. Это что, и как получается? Да. Я придумал, как его защитить. Это я буду, короче, сминать листы бумаги, вот в такие вот шарики, и скреплять их между собой. Я уже скрепил несколько, мне надо очень много их скрепить. Ну, что делаешь? Вообще, есть у тебя план какой-нибудь? Скрепляю трубочками, короче, чтобы вот по кругу. Потом клеим, склеиваю эти трубочки, и у меня будет ароматизация. Ну, как-то такое себе. Слышал, да, стук? Да. А это еще не доделанное? Ну, я, короче, решил сделать из пакета, вот так вот располовинил. Часть я замотал в телефон, а часть я сделал парашют из этого пакета. Есть шанс, что вот эти испытания сейчас пройдут успешно. Хорошо! Идеально! Он замедлился, как я и хотел. Летные испытания, проверка номер два. Идеально! Вот такой тихо, в принципе, у меня получается. Запаяю бока до конца, он полностью вот так вот был защищенный. Буду начинать делать шат. Короче, сделал вот такую вот конструкцию. Вообще не слышно, как падает. Может, в таком состоянии он и выживет? Да я все равно боюсь. Шарообразная такая конструкция получилась, и он с помощью бумаги так вот... Нет, мне что-то уже не нравится, я, пожалуй, откажусь. Мы приехали на локацию. Сейчас ребята уже морально готовы скидывать свои телефоны на 15 метров вниз прямо об асфальт. Я вот даже морально не готов. Сейчас вот вроде ехали сюда, я вроде понимаю, что он защищен, но у меня прям сердце болит. Я прям чувствую, как оно колотится, мне становится жарко, причем не из-за того, что на улице. Ну, я прям нервничаю очень сильно. Это жестко, жестко будет. Я, короче, как только телефон вытащил из своего чехла, мне уже страшно за него. Мне прям страшно, что он сейчас упадет, у меня здесь и разобьется. А мне его кидать без защиты, надо попасть на батут. Я полностью не уверен в своей конструкции. Выглядит вот это как тортик. Не был бы он внутри, я бы был спокоен, я бросал бы вообще. Ну, а так мандраж жесткий. Я намотал максимальное количество листов бумаги и все равно не уверен, что это сработает. Я как бы старался, очень надеюсь на эту конструкцию, но руки до сих пор трясутся. Знаю. Я очень надеюсь, что он выдержит его это. Я отправляюсь вниз, чтобы все фиксировать на камеру, и вот эту камеру, и вот в эти глаза. Ребята, удачи! Спасибо! В общем, поскольку я первую бумажку вытягивал, я первый, начиная, собрал вот такую конструкцию. Очень сильно надеюсь, что она выдержит. Попробую забрать 30 тысяч рублей, была не была. Попробую хотя бы телефон не разбить сначала, а потом уже за 30 тысяч. Расскажи, что ты... Он разлетелся полностью, все, я вниз. Офигеть! Офигеть! Вот это жесть! Это жесть! Серега! Прям... Какие-то провода торчат. Ну, я попробую его включить. Я верю, что он включится. Он должен включиться. Не теряем надежды. Но, увы, к сожалению, он не работает. Пробую включать, он не включается. Так вот, если внешне посмотреть, вообще практически ни одной царапинки. Только вот какой-то провод выпал. Вот тут коцки. Все, он не включается. Возможно, скорее всего, что-то внутри отошло, я не знаю. Но он не включается. Но это было жестко. У меня слов нет, у меня вот все еще руки трясутся. Он целый, только не включается. Надо было включить режим полета, и все было бы нормально. Знаете, возможно, там отошел какой-то шлейф. Я постараюсь его разобрать. Возможно, я починю его обратно. Знаешь что, мы прямо сейчас, если там реально шлейф отошел, а у нас есть Дима-специалист, мы посмотрим. Если все будет гуд, то ты продолжишь соревнования. Ну, по желанию, конечно. Я согласен. Блин, Илюха, я не могу. Ну, ненадежно это все. Ну, ненадежно. Ну, блин, ты посмотри на это. Это как вообще? Как это сработает? Ера, я не знаю, ты всегда можешь отказаться. Нет, нет, нет. Кидай. Да не могу я. А выживи. Давай. Ну, давай. Нет. Давай. Нет. Давай, давай, вытягивай. Ера, ты готов? Нет. Нет, не готов. Ты сейчас отказался? Ну, слушай, мне кажется, прям хорошо. Ну, он шваркнулся в период. Что думаешь, жив, не жив? Да блин, думаю, жив. Блин, ну выглядит очень внушающе. Это очень клево. Гере благодаря бумаге удалось спасти свой телефон. Серега было жестко, сейчас Гера скинул, тут прям вообще изи, изи победа. Просто шлейф отошел. То есть шлейф отошел, да, только? Да, 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 шлейф отошел. Задняя камера, к сожалению, умерла. Вот, получается. Переворачиваю. Вот мы с Андреем. Переворачиваем заднюю. Задняя камера, к сожалению, не работает. Что, Гера, думаешь? Думаю, он не уцелел. Давай, вот здесь вот раскрывай его. Стоп, а где телефон? Блин, кажется, я забыл его положить. Ты телефон забыл положить? Давай, перекидывай тогда. Ну, тут уже не выдержит. Нет, нет, я, пожалуй, тогда откажусь. Подожди, ты изначально же не кидал, ты же специально его не положил. Да, я его не положил. Мне просто хотелось что-нибудь скинуть. Короче, Гера обманул. Он обманул не в целях там, типа, как-то выиграть, да. Он обманул, ну, в целях просто скинуть что-то, да, контентик создать и все. Ну, все, Гера у нас вылетает. Ну, а с чем мы и знали, что у Геры ничего нету? Только Андрей не знает. Да, мы хотели сделать так, чтобы Андрей подумал, что Гера вообще такой смело кинул и телефону капец, а Гера сейчас разрезает, а там ничего нет. Не только же Андрею играть на наших эмоциях. Боже мой, там ничего не было. Я вижу, что в целом при ветре вся система вот эта моя работает. Но мне все равно страшно. Мы пока ехали сюда, у меня прям сердце, я прям чувствовал, как оно колотилось, оно прям болело. И я просто понимаю, что обратного пути уже нету. Ветер очень сильный. Его сейчас отнесет просто в сторону. Ладно, Дима, удачи. Ладно, поехали. Охренеть! Он вообще, он прям мягенько так приземлился, он не шлепнул ничего. Он вообще. Он вообще хорошо. Я просто, по-моему, все просто выдохнули. Я пошел, я очень переживал. Блин, классно. У Димы прикольно то, что выпал парашют, все достаточно гуманно приземлилось и интересно. Я, как у Сереги, не увидел вот это вот разлетение всякой пластмассы по сторонам. Этого я не увидел. Здорово. Я не ожидал. Я думал, хотя бы чуть-чуть стук будет слышно. Там вообще тишина. Ну чё? Он, судя по всему, упал очень мягко. Я очень старался его запаковать. Он работает. У него все прекрасно. Он в идеале. Он даже не поцарапался нигде, не помялся, то есть ни косичка. Но все еще как новый. Я его покупал полгода назад, вот серьезно. И это прям... Я очень рад, что он работает. Вот он работает полноценно. То есть все, проблем вообще никаких. Я очень рад, что он все-таки спасся. Красавчик. Рекомендую. Давай, Ренит, желаю удачи. Ну, пока мессенджеры. Ютуб мой, моими рекомендациями. Ну, поехала. Я знаю, что он целый. Я знаю, что я не слышал звука поражения. Да, 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 да. Руж. Он целый. Руж там себе, хорош, как вы не должны говорите, хороший. Хорош. Хорош. У меня как бы и сомнений не было. У Рениса очень надежная конструкция. Телефон однозначно выдержал падение. Но есть такой нюанс, что у Рениса китайский телефон дешевенький. И может что-то случиться с мозгами. Я даже не переживаю. Он 100% целый. Я уже вижу, что он работает. Открываем его. Телефон полностью функционирует. Вот. Экран целый. Корпус задний целый. Ну, мандраж очень сильный был. А Руся, ты что, готов? Не готов? Вот я переживаю за Русью. Вообще очень переживаю. Потому что у него фарта. 50 на 50. Либо ветром сдует сейчас его телефон. Либо он попадет и в батуте останется. Либо он попадет в батут, выпрыгнет оттуда и просто размотает его. Я хочу правильно надуть батут. Не сильно жесткий, чтобы он был. Чтобы телефон, когда приземлится на батут, чтобы он не отлетел, а как бы вмялся в него и чуть-чуть подпрыгнул. Либо прям там остался. Блин, и самое главное попасть в него. Ну ты 30 тысяч проиграешь, если не попадешь. Да? Проиграю 30 тысяч, блин. Как жалко. Ну ничего страшного, думаю, не будет. Ладно. Вот такую вот штучку взял. Это такой экспериментальный телефончик. Так, вытягиваем руку сюда. И нужно кинуть ровно. Все, вот так. И если ровно отпущу. Это была тестовая версия. Ненастоящий телефон. И что, куда он упал? Ха-ха. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Руслан, если бы это был твой телефон, он так выглядел. Его вообще, смотри, его там разнесло в хлам. Мне страшно. Ладно, вторая попытка. Вот это яйцо, оно примерно как мой телефон весит. Тяжеленькое. Блин, ветер жесткий. Ветер сдувает прям. Так, ну вот это уже радует. Просто знаешь, в чем прикол? Телефон, он прямоугольный. Он воздух, его когда дует, он его сдувает, отталкивает. А это круглое, и воздух, ну, проходит как бы по оболочке. Как сказать это? Ну, ты понял, короче. У меня есть все шансы разбить телефон. Это яйцо Руслана, которое весит точно столько же, сколько весит его айфон. Этот был полегче, это была болванка, это вес проверялся. Ну, вот Руслан прицелился немного, чтобы, ну, была хоть какая-то возможность у него выиграть. Вылететь на первом задании, это как-то это, слабенько, мне кажется. Да и телефон не хочется терять. Так, ну что? Можно я кину, я не буду смотреть? Можно, я посмотрю. Попал? Телефон! Телефон Руси! Мы так переживали за него, потому что первая болванка полетела мимо батута. Он смог сохранить. Сейчас посмотрим, включается или не включается. Но это было что-то, это прям такая интрига была, ой. А если бы Руслан кидал еще немного правее, то, в принципе, телефон мог выпасть за бортик. Но нет, все классно. Фух, дыхание сперло. Я пошел, посмотрю, я ничего не могу сейчас сказать, я не знаю, что там. Но я не слышал удара. Блин, я очень надеюсь, что он живой. Жесть! Ой, что-то все грустные такие. Он целый, все. Сейчас включаю, включаю, включаю. Да. Покажи на 360 то, что заставку, которую ты в самом начале показывал. Да, вот, 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 смотри, включается. Та же заставочка, смотрите. Ну все. Все, вот, ты понруйся. Жесть! Я, короче, смотри, я, короче, когда руку выставил, у меня прям жесткий мантраж был. Я думал, кидать, не кидать. Думаю, повезет. Отпускаю, короче, его. Сейчас не буду. Отпускаю. Я понял, что его чуть-чуть в бок повело. Я просто отвернулся, ушел. И вот там, не знаю, не слышно было. Там шумно было. Был удар или нет? Вы что-то там все заорали? Воу, воу, я думал, все. Думал, капец ему и... Короче, я, я, я счастлив, я рад, что он живой. Все, как новенький. Здесь все целенько, новенько. Экранчик новенький, целенький. Все идеально. Я предлагаю, ребята, пацаны, продолжить спасать свои телефоны. Вы готовы спасать? Да! Все, продолжаем, погнали. Я попрошу тебя не переживать, если участники разобьют свои телефоны. Ребята еще не знают, но если после всех испытаний на телефоне участника появится хотя бы трещинка, я куплю участнику новый телефон. Собственно, поэтому приз 30 тысяч, а не 100. Все-таки пришлось покупать новый телефон. За столом осталось 4 хранителя своего телефона. К сожалению, один у нас отказался участвовать. Но его также можно понять. Не каждый готов рисковать своим телефоном. Продолжаем. У нас раунд с водой. Прямо сейчас вы должны сделать такие условия для телефона, чтобы он погрузился на дно, как до дна. Опустился, минута пошла. Потом все. Принес. Так, и у меня... Не, ну нормально. Горячий клей. Я просто спираль испугался, но потом... Вообще ты что? В голове подумал. Такой, ага, можно сделать? Дальше, Дима. Резиновая краска. Можно попробовать, это прикольно будет. Она вроде водоотталкивающая. Неделю назад я у него поменял аккумулятор. Да, он был вскрыт. Мне, конечно, влагозащитную проклейку там поменяли. Но, как сказали, мы гарантию на это не даем. Несмотря на водонепроницаемость телефона, есть шанс, что он может его утопить. У Сереги дела обстоят похуже. Продемонстрируешь, что он у тебя работает, мало ли он у тебя опять погас. Серега покупал телефон не новый. И когда он покупал, там... Был заменен дисплеер, аккумулятор. Соответственно, влагозащита отсутствует. После падения, что с твоим телефоном вообще происходило? Ты расскажи. У меня отпал шлейф аккумулятора, так как не была прикручена защита. Дисплей поднял, шлейф аккумулятор обратно подцепил, все, телефон полностью обратно начал функционировать. То есть мы не посчитали то, что Серега не смог спасти свой телефон, там просто шлейф отошел. Он был не закреплен, так что все нормально с Серегой. Продолжает игру. Серега тяни бумажку. Шарик. Шарик. Вообще изи. Изи. После такой эмоциональной стряски, Руслан готов продолжать. У него падает скотч. Хорошо, все отлично. У него 11-й айфон, они влагозащищенные. В отличие от Диминого телефона, у него с ним все в порядке и спокойно можно даже под воду. Ну может обклеить чуть-чуть ради безопасности, так сказать. А так, ну думаю, пройду легко. Вот телефончик, бумажка, мой вот скотч. Что, шариков побольше у вас не было в наличии? Главное, чтобы там не рожался и ничего с ним не случилось. Главное, чтобы он не порвался, это вообще фаталити будет. Нифига ты его натянул. Его осталось только завязать, пацаны, и все. Сейчас его завяжу. Все, мой телефон готов к погружению. Мне Андрей разрешил воспользоваться малярным скотчем, чтобы я, в принципе, проклеил телефон. Малярный скотч, он типа бумажный, он все равно будет от воды растворяться. И тем более, сама по себе вот эта вот краска, она довольно токсичная, может начать разъедать защитное стекло и, в принципе, пластмассовые элементы телефона. Также высыхание жидкой резины длится 4 часа. Я просто не представляю, как я буду испытывать судьбу, так сказать. Короче, у меня скотч. Но я не хочу прям скотчем на телефон делать, на камеру, потому что я видел видос, где чувак на камере сделал скотч, а когда отклеивал, они вместе со скотчем отклеились. У меня сос включился, как будто сейчас приедут за мной. Телефон подумал, что я умираю, походу. Блин, он зажал кнопку. Да, зажал. Мне очень страшно его заклеивать, и я понимаю, что он просто типа у меня оторвет и защитную пленку, и вот. Да ладно, Дина, 30 тысяч можешь двинул защиту пленки купить. Да, действительно. И вниз могу, смотри. Это знаешь, можно сериал смотреть. О, да, кстати. Спишь, на потолок сделал. Я готов. Я думал с лайфхачить, что, короче, типа, мало ли у меня этот хоть чуть-чуть защитит, а он не защитит. Он прям у него... Сам на себя он не клеится даже. Он такие вот ущелья оставляет. Они такие маленькие, короче, но сюда вода попадет полный. Андрей, поймаешь мой телефон? Нет. Я чисто ради компании решил использовать самый сомнительный способ. Это канцелярские резинки. Это способ, который был в коробке. Вот, у меня есть вот такой вот телефон. Hello. Это не мой личный. Это просто... Просто после съемок остался. Он водопроницаемый, если что. У меня тактика такая, чтобы резинки очень плотно друг к другу были. И основной аспект у меня идет именно на маленьких деталях, где вода может просочиться. Я сквозь перчатку чувствую, как краска пролетает мне на пальцы. Сами резинки иногда перекручиваются, и это очень плохо. Надо их делать так, чтобы они очень плотно друг к другу уложились и не были перекручены. Напиши в комментариях, типа, как думаешь, получится ли у меня сохранить свой телефон. Что получилось, то я и скрыл от воды, да. Есть еще и остались какие-то зазорчики, такие, допустим, как камера, либо вот здесь вот зазорчик небольшой, но это резинками уже не получается скрыть. Но, как мне кажется, это может сработать. Я как делаю? Устал. Еще второй слой делаешь, чтобы закрыть эти микротрещины, которые есть. Но там я вижу прям не только микротрещины, там прям жесткие, есть дырки. Пока ребята там мучаются, я уже первую минуту все закончил. Решил снять первый чехол. Рвется. Стол нам не сломай. Я бросил тебе. Нормально, дополнительная защита. Вот так. Хорошо. Глазомер плохой. Ну смотри, чуть-чуть повыше бортики сделать и все, и верхнюю крышку закрыть. Мам, чипол почти под размер. Все, окунаете в воду. Готово. Сейчас можно клеить, нормально. Водные испытания. Прямо сейчас будем окунать свои телефоны в воду и держать их целую минуту и посмотрим, кто хорошо спасет свой телефон, а кто спас его очень даже плохо. Серега, начинай с тебя. Вот так вот накрыл телефон. Слово было, чтобы был включен фонарик, либо экран. Вот у меня включен экран. То самое чувство, когда ты заказал замену стекла где-то в подсобке, в подвальном помещении, и они тебя замотали. Что касается меня, я его очень сильно залил резиной, он прям вот вообще весь вот прям на ощупь резиновый. Я его сушил обычным феном, потому что я побоялся более горячий воздух на него дуть. Вот тут вот очень плохо видно, прям в темноте, что он работает. Вот так вот видно силуэт. Но сенсор у него через эту резину уже не срабатывает, к сожалению. У меня получился вот такой планшет, уже не телефон. Разговаривать с ним максимально удобно. Ну, удобно лежит в руке. Новая модель получается. Фонарик всегда включен. Экранчик горит. Если где-то там осталась дырка, которую я не заметил, вода затечет, и эта конструкция будет полностью залита водой. Ничего я не хочу. Тут борьба андроида с айфонами. Если у тебя андроид, лайк. Ну и напоследок, это вот мой телефон, который полностью обрезиненный. Ранее я его показывал. Ничего, в принципе, не изменилось. Может быть, пару резинок еще добавил для надежности. В принципе, как-то 50 на 50 вроде бы может быть сработает. Ну и вроде как, может и нет. Так что, блин, даже самому интересно окунуть его в воду и посмотреть, будет ли он работать после этого. Серега, начинаем с тебя. Ты первый. Держим одну минуту. Минута начинается, когда телефон погружается до дна. Погнали. Минута пошла. Телефон начинает как-то по странному себя вести. Я вижу герцовку, как будто вот мерцая. Я не знаю, это видно на камерах или нет, но прям видно. Серега, а можешь поставить его вот облокотившись об этом? Ага. Да, вот так вот. Так, немного заменили. Ну что, живой, не живой? Все. Застаем из воды. Я вскрывать сейчас не буду, чтобы вода сошла. Но телефон, как мы видим, полностью игра на рабочий. Полностью функционирует телефон. Все, Серега прошел. Ну давайте посмотрим правде в глаза. Шариком обмотать телефон. Много как бы действий не надо. И это очевидно, что в принципе это сто пудов сработает. Вот мне больше интересно за ренесом понаблюдать. Такие пузырьки пойдем потом. Так, ну что, я готов? Я уверен сто процентов в нем. Я отбавлю у тебя немного процентов. Ты в курсе, что после каких-либо ударов, хлопков, в телефонах могут появиться микротрещины? Да не, я уверен. Но вот тут он, мне кажется, ущерб нормально приземлился. Ну смотри, я сам. Все? Погружаю? Погнали. Так, слопочки. Что сюда ставить? Да. Нормально. Ой, упала. Ой, упала. Так. Ну пару пузырьков, видишь, идут? Да это скотч. Думаешь, от скотча? Пару пузырьков есть. Что означает пузырьки? Пузырьки означают о том, что оттуда уходит воздух. То есть вода вытесняет воздух и образуются пузырьки. Почему не боюсь? Уверен в своем телефоне на сто процентов. Это пузырьки, это от скотча. Там уже скотча в этой складочке есть, и он оттуда выходит. Ладно. Пока что первые два участника идут максимально на лайте. Максимально уверены и все равно. Оно и понятно. У одного водонепроницаемый телефон, у другого шарик. Вода залилась под скотч. Это видно отсюда. Угу. Она вот идет. Надо постоять на месте, чтобы увидеть. Ну все, Руслан, минута твоя прошла. Может доставать его. Все, хорошо. Так, а будем под водой работать? Из-за воды не работает. Но я уверен, что он работает. Ну да, работает. Работает хорош. Вскрываем. Только сейчас в Украину идти. Ну в принципе верим. Давай загадим. Мне на самом деле максимально жутко. Потому что я понимаю, что здесь у меня бумага в перемешку с резиной. Ну, давай попробуем. Напоминаю то, что Дима менял аккумулятор у айфона. И герметизация разошлась. Она уменьшилась. Она уменьшит. Но она есть. Но она очень слабая, она есть. Очень слабая герметизация. Вода в принципе может попасть в его телефон. И вода может убить его телефон. Во-первых, делаю вот так. Ставлю таймер. И немножечко повышаю ставку. Все, водонепроницаемое засунули? Зачем ты часы опустил? Повысил ставку. Ну, а в чем она? Ну, то, что видишь, на нем там таймер идет. Как раз по времени я как погрузил. А, прикольно. То есть часы с таймером, да? Да, да. Панты. 30 секунд. Кто-то пантует с часами. Мне не нравится, что у меня пузырьки выхроют. Я эти часы, кстати, выиграл. Прям вообще очень классно их выиграл. Классно выиграл? Да. В новогоднем конкурсе в какой-то из групп. Надо было под водой дольше всего продержаться. Ну, нет. Все, доставай, минута прошла. Давай быстрее. Так, смотрим за результатом. Просто резина. Она прям походу выручила. Она вот просто вот тянется. И это очень круто. Сейчас посмотрим, будет ли сухим телефон. Если телефон будет сухим, то, значит, резиной можно спасти свой телефон. Но бумага вся мокрая прям. А, бумага все-таки мокрая? Она, да. Но она, скорее всего, знаешь, от чего размокла? Она размокла от краски. Просто вот видишь, вот очень плотно прилегает здесь, как будто на самом деле намокла. Ой, тут вода вообще. Тут очень много воды. Да, я говорил, что бумага не выручает. Где-то не докрасил, получается. Ну да. Ну, слушай, судя по тому, что изображение уже вижу, оно здесь, но тут очень много мокрых. О, вот тут вот внизу. Ни хрена ты сколько бумаги намотал на телефон? У тебя бумаги больше, чем пленки, чем резины. Ну, как видишь, бумага, она только ухудшила. Ну, не знаю. Оно пропиталось насквозь, и мне кажется, у меня сейчас телефон там весь мокрющий. Ну, какие-то капельки есть. В разъеме для зарядки вода. Это от краски или все-таки от влаги? Это вода. Дим, хочешь ли ты сказать, что если бы, допустим, мы опускали телефон Рениса, он был бы уже мертвый? Не знаю, но я просто смотрю, у меня резина на самом деле не особо помогла. Она задержала, да, но здесь вот мокрая. Скотч не задержал вообще воду, он все ее пропустил. Так что, у тебя с телефоном там все ок? Нет. Вот давай камеры посмотрим, типа камеры залило, нет? Нет, камеры в порядке. Все хорошо. Так, ну покажи свой телефон. Функция Face ID в настоящий момент недоступна. Обнаружена проблема с Face ID. Face ID. Ух, ты в лице поменялся. Да. Это значит, вода попала внутрь. Ну, тем не менее, он работает. Ну, что с функцией Face ID делать, я не знаю. Надо как-то сушить телефон. Ну все, получается, вроде как, мы надеялись на резиновую краску, то, что у нас сто пудов сработает. По итогу, телефон залило водой, и человек остался без Face ID. Страсти накаляются, сейчас Ренис будет проявлять свой телефон. Больше чем мы говорим. Не хочу, но надо. Я думал, откажешься. Сейчас пузыри пойдут. Я по-любому где-то не проклеил. Жесть. Все, время пошло. Очень много пузырей. Вода закипела. Оп, все, успокоилась, успокоилась. Либо набралась. Набралась водой. Давай, держись, малютка. Держись, давай, фонарик потухнет, все. Капец его. А он у тебя всплывает? Уже нет. А вот. Ты это всплывал. Чувак, держись. По пузырику просто. Сколько там? 40 секунд. Еще 15. Что, выдержать думаешь? Нет. Минута прошла. Чувак, живи, тащи там. Тащи нож, Гера. Где нож? Давай, доставай, спасай. Так, такой слой. Да нет, это вообще камень. Камень. Еще нож. Лейкопластер. Опа. Телефон влажный, то есть где-то наверху. Как мы заметили по пузырькам, была дырка. Но он работает? Почти. Почти. А, из-за влаги. Чисто влага. Так. То есть все функционирует. Красавчик. Распект. Ну и самое время посмотреть, что если бы какой-нибудь из участников пришел с пятым айфоном, ему выпали бы самый худший вариант в этом раунде. Канцелярские резинки. К сожалению, здесь фонарик никак ничего не включить. Буду опускать так. Вот так вот поставлю, как все ребята. Ой-ой-ой-ой, пошли пузыри, пошли пузыри, блин. Как много пузырей, а посмотрите, где идут. Походу, что на. Если так, о. Не идут. Просто уже заливаются. Пошли. По-моему, я хуже делал. Он везде сейчас там вода. О! Так он уже набрался. Ха-ха-ха. Пузыри не идут, это хорошо. Это очень хороший знак. То, что вода не проникает. Или уже заполнилось. Что, сколько там? Еще 20 секунд. 20 секунд. Мне как бы и это, терять телефон тоже особо не хочется. Он же как бы рабочий. Так, вытащил. А что-то вот внушает надежду, что все-таки что-то работает. Силы. А, сам телефон увлажненный, так скажем. Включится или не включится? Не включается? Не включается. Я потерял рабочий телефон. Ну, не страшно, куплю новый. Это дешевый телефон. Как бы обидно очень. Обидно то, что я потерял телефон. Но и не так обидно, если бы я потерял личный телефон. Вот так-то. И я вообще в эту игру вот так вот летел. Неожиданно. Если что, я продолжать не буду, все. Вот такой мокрый раунд у нас был. Желающий поиграть дальше проходит в третий раунд. Финальный. Погнали. Третий раунд. В третьем раунде мы должны будем, вы, точнее, скинуть свой телефон с горы так, чтобы он покатился до конца горы. Там будет очень много ударов об камни, об скалы, об землю, корочки всякие будут подлетать, как каучук с лестницы. В этой коробке находится, но также способ, благодаря которому вы можете спасти свой телефон от этой участи. Давай, Дима, первый проходит. Дима у нас расстроен от того, что у него не работает фейс один, а он продолжает играть в нашу игру. Покрышка. Покрышка. Вообще кайф. Один момент. Телефон нельзя как-либо клеить. То есть вот, есть покрышка, ты можешь его положить и скатить покрышку с горы, но никак не клеить ничего. Вот так вот. Давай, Руслан. Я последний буду. Да давай, Руслан, мы тебе. Давай. Давай, Руслан. Ну вот это вот в самом конце по-любому было бы последнее. Давай, давай. Это тогда думаю я. Ковер. Имба. Ковер. Ба вообще. Гану. Давай, Серега. Сейчас ты. Коляска. Не, ну я думаю, что это будет надежно. Смотрите, какая коляска достанется. Они же разные есть. И... Арбуз. Я хотел, чтобы арбуз выпал. Я сразу скажу, что можно в полиэтилен убрать спокойно, завязать. Что ты делаешь, что в такой покрышке, типа, его даже не закрепить, не распереть. Если бы была какая-то автоваза, его, по крайней мере, можно зарегистрировать. Тима, если она разгонится, телефон у тебя, возможно, не выпадет. Что за каер? Батус сегодня был каер. Нифига себе. Держи. Он больше рениса. Ну, дружище, спасаемый телефон сегодня. Ну, слушай, это так-то, мне кажется. Первая кочка твой телефон выглядит. Ну, тут есть, короче, лимень безопасности. Можно как-то было вот так пристегнуть. Если арбуз даже докатится, он шатается вон в те скалы. Телефон у кирдык. Как бы ни было, мне жалко свой телефон, знаешь, после всего того, что сегодня с ним произошло, я уж думаю, не остановлюсь. Это последний шаг, можно сказать, к победе. Я скину. Замотаю и погнал. Круглым вещам, мне кажется, не повезло. Арбуз расколется об камне посередине, а колесо, если подпрыгнет, мне кажется, телефон вылетит. Вот так. Я так подумал. Я, на самом деле, я очень долго на свой телефон копил. И мне просто даже жалко его сейчас скатывать. Face ID. Ну, блин, я даже не знаю, чинится это или нет. Я не буду кидать свой телефон. Мне его просто банально жалко. Я реально слишком долго копил. И мне прям до слез обидно уже после того, как Face ID перестал работать. Жесткое, конечно, то, что Дима выбыл. Блин, у него самый дорогой телефон был. И вот именно вот с ним такое вот случилось, что проблема. А я готов. Сейчас буду заворачивать. Мне все-таки для проверки этого варианта предоставили телефон. Ну, хотя бы просто убедиться, будет это работать или нет. Помещаем его сюда. Ну и поехали. Телефон. Сто процентов не пострадал. Все. Официально потерян. Дим, твой телефон потерялся бы, если бы ты его запускал. Но мы его постараемся найти попозже. Готовлю свой телефон. Чехол снял. Телефон мой. Рабочий. Все. Вот мой. Кладем и заворачиваем. Сейчас будет обидно, если все телефоны просто потеряются. Они не разобьются, просто потеряются. Блин, ну я надеюсь, что он не вылетит. Прям очень надеюсь. Если он вылетит, блин, он потеряется. Так, ну что, все. Блин, дурка есть. Ты думал. Андрей, я не уверен, что он до конца дает. Он от камня задержится. Нормально, кидай со всей силы. Все, я готов. Давай. Все. Пошла малая. Ну чуть-чуть не докатился. Класс. Короче, 10 раз, и ты утрамбуешь там все. А если я сейчас с кубарем полечу? Я поймаю? Блин, тут скользко. Ладно. Я погнал. Я сейчас сам покачусь к тебе, походу. Да блин, ну есть ты. Давай, давай, разгоняйся. Ай. Сейчас попробую еще раз посильней. Ну. Пошел нахер. Нет, давай руками. Ай. Сейчас собьет. Камушек помог. На. Нет. О, пойдет. Распаков. Бачка. Чек. О, смотри, смотри, он уже, он уже говорит, что я живой, Руслан. Ну все, Руся, красавчик. Однозначно победа будет. В общем, вот мой способ. Выберите эту 30-ку. Руслан уже 15 запрял, минимум. Ну, если повезет, пополам поделим. Вот мой рабочий полностью телефон. Все функционирует. Божим его вот сюда в кармашек. Все. И идем на старт. Раз, два, три. Ой. Вау, 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 вау. Вау. Я не знаю, я бегу. Серега, аккуратней. Я колесо видел. Вот, вот. Скоресо, ладно, телефон где? У него нету. Вот здесь лежал, он где-то выпал. Надо мне, похоже, на него звонить. Давай, телефон, это важно сейчас. Вот оно. Ой-ой-ой-ой. Что, выжил? Нет? Все. Вот батарея. Ну, кстати, секундочку. Просто минутку времени. Серега, я охренею. Если сейчас он включится. Сейчас, секундочку. Попробуем его возобновить. Он мне кажется... А, это задняя крышка только сломана. Целый сам? Посмотри экран. Экран целый. Ну, вообще целенький. Вот это была сломана? Да. Такая штука. Да, 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 она была сломана. Это Натача, иди, идет, она никак не влияет на работу. Господи, Серега. У тебя телефон неубиваемый, если он сейчас включится. Детали все торчат. Блин, ну он почти прожил до самого финиша. Главное, шлейфа все целые. Нет, честно говоря, я думал, Серегин телефон сдох еще в начале. Я как бы уже был к этому готов. А он такой говорит, да там шлейфик, наверное, слилает. Да пополам телефон лежит. Сейчас, 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 сейчас. Отверстие для арбуза. Мой телефон, я его выключил, ну, потому что там влага попала. Заищаем его от влаги, так как мы проверяем ударопрочность. Блин, до конца не хотел сбрасывать телефон. Ой. Что, пацан, арбузик? Почти готово. Ренис, давай, красава! А у него телефон выжил, нет? Он, 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 он у него всегда такой был, он разборный у него. Давай, погнали! Погнали! Давай, удачи! Ааа! Ааа, пожалуй, я истекнул. Как это что есть? Вот он. Ну-ка, что, выжил? Включаю. Не докатился. Выжил. Капец, он в коррошь, давай! Я считаю, это засчитанно, потому что он прокатился достаточно долго, много, и он катился в арбузе. Это арбуз сам по себе просто лопнул. В арбуз он его обратно не засунет, поэтому дальше некуда кидать. Ну, посмотри, в какую скалу он шатался. Я смотрю еще снизу, сам прыжок не было видно, но было видно, как вот так вот брызги в разные стороны. Да, да, да. Телефон включается. Царапин нет. Замыленная камера также. Новых трещин не наблюдаю. Арбуз спас его. Я вообще... Хорош. Я думал, все, вообще, я все уже отвернулся, смотрю, там, бам, просто салют из телефона моего. Мы нашли белый телефон. Дима, это судьба твоего телефона, если бы ты продолжил участие. Ну, вот это он попрочнее, но у него все равно он замяло корпус, кнопка даже не нажимается. Ее как будто вдолбило туда все. Ну, с другой стороны, Дима спас его. Опа. Не, ну, смотри, кнопка включения заклинила. Ты бы мог все-таки спасти свой телефон, но как бы твой выбор, и я его уважаю и поддерживаю. Спасибо за участие. Катя, этот экран не работает. Самое главное... Ой, ой, ой. Серега говорит, айфон у него работает, а экран не работает. Сейчас попросил, чтобы мне позвонили. Он работает, но, к сожалению, экран у него не работает. Ну, давай, вот я звоню. Ну, рассмотрим. Вот, звонок идет, экран не показывает. Три колеса отпала от коляски. По итогу нашего мероприятия спасти свой телефон смогли Ренис и Руслан. А Сереге и Диме мне пришлось покупать новый телефон. У Сереги он был разбит полностью, а у Димы стала запотевать камера и перестал работать Face ID. Но, смотря на всю эту ситуацию, каждый получил заряд мощной эмоций и был рад тому, что поучаствовал в ролике. Спасибо за просмотр. Пока.